Красивые, красивые. Давайте девчонкам поаплодируем. Вы знаете, что психологически мужчина в присутствии красивой женщины и ухоженной женщины чувствует себя увереннее и чувствует себя более высокостатусно. Поэтому мужчины любят выгуливать красивых девушек вечерами, показывая их своим друзьям, рассказывая, какой я крутой, посмотри, какие красивые девушки рядом со мной. И то, что сейчас на одном семинаре с нами такое большое количество красивых, элегантных девушек, но это, безусловно, придает нам определенного статуса и самоуважения. Спасибо. Давайте, наверное, немножко чуть-чуть расскажем, как и все остальные, о том, как я попал в этот бизнес, о том, как я в нем учутился. Я уже рассказывал, кем я был. Я был очень бедным-бедным-бедным школьником, когда начал заниматься сетевым маркетингом первый раз. Это был 2001 год. Два года безуспешной работы, опускались руки, искал работу по найму, приходил в офис, меня снова звали в сетевой маркетинг, я снова с выпущенными глазами убегал оттуда, да. И вот проходит два года, и из бизнеса биодобавок, о чем сегодня говорила Света Логинова, я перехожу в бизнес в парфюмерии. И в 2003 году, начиная с первой парфюмерной компании в своей жизни, и на сегодняшний момент занимаюсь парфюмерным бизнесом уже, получается, больше 9 лет. Было очень весело от начала. У меня не было денег ни на что, кроме как купить продукцию, перепродать ее, и кроме как купить себе мороженое вечером перед презентацией, чтобы его съесть и забить чувство голого. И это работало, я нашел место, где мы проводили презентацию, это было весело. Действительно, это место находилось в городе Ульяновске, в центре города, в подвале, в кафе моей клиентки. Я попросил ее выделить нам небольшой загуток, так называемый банкетный залчик. И она нам выделила, это был банкетный залчик на 8 квадратных метров, он был очень маленький, в нем не было окон, он был в подвале, у него работала такая вытяжка, которая вот так, ну, знаете, бывают такие вот вентиляторы, когда чик, это вот эту штучку вниз, а, ниточку, веревочку, чик, вот тут, 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 тут. Вот в нем был такой вентилятор в качестве кондиционирования, вот, и мы в нем начали собираться, но вдруг мы поняли, что нам уже не хватает этого зала, потому что людей стало приходить все больше и больше и больше, и мы попросили у нее другой загуток уже с основным залом этого кафе. И мы начали проводить там вечную презентацию, но частенько бывало такое, что это пересекалось с основными мероприятиями этого кафе, и во время нашей презентации мы могли слышать и горько, горько, мы проводим презентацию, там рассказывают про бизнес, и тут на заднем фоне горько, и там драки бухают, как бы давно и так далее. Вот, это было очень тяжело, и потом, в определенный момент, я снял свой второй офис уже, да, то есть это был такой, можно сказать, мой первый офис, потом я снял свой второй офис, это было уже на квартире, и это была двукомнатная квартира тоже в центре города, и мы начали там собираться, и в определенный момент я просто понял, что происходит что-то вообще непонятное, потому что я провожу презентацию, я выступаю перед людьми, а в этой квартире, в комнате, такое количество людей, что мои абсолютно креативные дистрибьюторы нашли даже где-то две доски, взяли два стула, они сначала ставили вот так два стула, на них доски клали, и таким образом получалось, что на двух стульях сидело по четыре человека, но потом люди стали сидеть на полу, люди садились на пол, потому что не было ни то, что мебель, не было подоконников, не было никаких поверхностей, чтобы сесть. Но самое страшное началось после этого, когда люди стояли полтора часа, чтобы послушать информацию, которую я давал людям на презентациях стоя, женщины в 60 лет стояли стоя по полтора часа на презентациях, уставшие, но стояли и записывали. У нас в комнате, в которой было примерно 30-40 квадратных метров, человек 15-20 просто стояли и записывали на презентации. Потом мы после этого офиса сняли третий офис, потом четвертый офис был уже 80 квадратных метров, из которых 30 квадратных метров. Был мой кабинет, у меня был, наверное, стол рабочий, вот если бы я вот здесь вот сидел, то у меня вот эта конференция, это вот часть стола огромная, вот эта вот такая столешница, она, наверное, была метра три вперед, да, огромный там монитор, компьютер, там красивые эти картины, как бы, да, я сидел, я был такой крутой, мне там 21 год, там, да, у меня такой кабинет, я купил себе мини-набор для гольфа, и вот так вот стоял гольф там, да, и я просто понял, что в 21 год я в 18 лет был нищим и перезанимал 100 рублей, чтобы купить себе покушать, а в 21 год я благодаря сетевому маркетингу уже имел свой огромный кабинет в центре города, играл в гольф днем, да, и собирал свои лидерские советы, мы собирались, я обладал определенным авторитетом в этом возрасте уже. В 22 года я арендовал другой уже офис, это было 120 квадратных метров, это была половина этажа самого шикарного, роскошного торгового офисного центра «Мираж» в городе Ульяновске, и это был офис, на самом деле, ни у одной сетевой компании в городе не было такого офиса, ни у одной компании не было 7 тысяч подписанных человек, которые бы действительно занимались с интересом бизнесом, ни у одной компании не было оборота больше 5 миллионов долларов в городе Ульяновске. Ни у одной. Мы с командой ребят поехали в Пензу, 4 человека, я сел и забрал свою машину первой, Nissan Premier, мы рядом сел мой будущий кум, мой друг Евгений Кашаев, я отец его крестного сына, за нами сидели еще 2 девчонки, которые поехали вместе с нами, мы вчетвером поехали открывать Пензу, и мы приехали в Пензу, и с оборота в 0 рублей в первый месяц мы подняли оборот до миллиона рублей в течение года. И оборот очень долго, стабильно, красиво держался, работала система. Это кроме того, что у меня в Пензе был оборот миллион рублей, в Ульяновске было 7-8 миллионов рублей, это оборота стабильный, а стабильный оборот был в Самаре полтора миллиона, в Казани 2-3 миллиона. Ну, в общем, суммарно так у меня за год в 2007 год набежало порядка 5 миллионов долларов суммарного товарооборота по моей структуре. Я зарабатывал очень хорошо. У меня от сетевого маркетинга было 4 источника дохода на тот момент, и я могу вам сказать, ну, как бы не все сетевики рассказывают о том, как на самом деле можно сетевым маркетингом на самом деле зарабатывать деньги, но я могу вам сказать, в сетевом маркетинге много денег, это однозначно. И я пришел в Сель Парфюм не для того, чтобы добиться того же результата, что и в предыдущей компании, я пришел для того, чтобы превзойти результат предыдущей компании. И когда я сейчас занимаюсь бизнесом в силе, я абсолютно осознанно люблю эту компанию, я сегодня вам расскажу почему, но я расскажу, что было дальше. А дальше началось самое страшное, потому что Сергей абсолютно правильно сказал. Жизнь – это эскалатор. Жизнь – это эскалатор, который, к сожалению, двигается постоянно вниз. И как только ты встаешь на этом эскалаторе и расслабляешься, расслабляешь свои мышцы, перестаешь двигаться, ты идешь вниз. И я встал. Я почувствовал, что у меня все есть, я отлично себя чувствую, у меня большой бизнес, у меня куча денег, у меня деньги в недвижимости, у меня деньги в акциях, в облигациях, в павелинвестиционных фондах, у меня две машины – Land Rover и Lexus. Я вообще просто в полном шоколаде, у меня огромный бизнес. И в этот момент я встал. И это стало причиной очень мощного кризиса в моей жизни. Это был самый тяжелый кризис, это была, наверное, трехлетняя глубокая депрессия, когда я ничего не хотел. Я перестал подписывать людей, я перестал разговаривать с новичками, я перестал что-либо делать. И в этот момент я потерял полностью все цели, и у меня стал появляться страх, что я все это потеряю. И я начал терять. Постоянно я видел, что люди уходили то в FM-групп, то уходили в НЦПТО, то еще в какие-то подозрительные компании. Люди рассыпались в разные стороны, а я просто смотрел, и я не понимал, почему. Я эту маленькую империю создал буквально за пять лет. И тут я смотрел, как она на моих глазах начинала постепенно расходиться. Вот Маша помнит тот период, она как раз в тот период пришла в мой бизнес, она все это видела своими глазами. Все эти машины, все эти офисы, Маша уже со мной супер, Маша все это в бизнесе, со мной в одной команде. Пять с половиной лет как раз. И это было самое тяжелое время в моей жизни. В 2008-2009 год это было самое тяжелое время в моей жизни. У меня была неимоверная куча денег, но в этот момент эскалатор двигал меня вниз постоянно. И в 2009 году, к концу года, только после поездки в Турцию, после разговора с Дмитрием Семиным, с которым вы, кстати, в Турцию опять же познакомитесь на десятилетие, я немножко пришел в форму, потому что Дмитрий меня очень сильно поддержал. Это очень серьезный, это очень солидный, очень уважаемый мною человек. Это действительно человек с большой буквы. Помимо того, что он крутой профессионал, я ничего не говорю. Дмитрий это просто супер человек, доверяйте ему, не глядя, а 100% ему можно доверять. Это я проверил на 100%. И я в 2009 году что-то начал дальше, я вернулся снова в бизнес. По сути, я ушел из бизнеса сетевого. Я получал от него деньги, мой доход не падал меньше 15 тысяч долларов в месяц. То есть у меня все, каждый месяц у меня были деньги. То есть я всегда жил нормально, уже последние годы я никогда не зарабатывал. Но я ушел из бизнеса. И в 2009 году я принимаю решение снова вернуться в сетевой бизнес, снова начать строить сеть и снова начинает двигаться. Я переехал жить в Казань, я начал двигаться снова строить сеть. Но у меня, вы знаете, вот работаешь, 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 а результаты вот такого вот, вот ноль результата. Такое ощущение, что как будто ты просто льешь воду в песок, она вот так проходит, и песок стоит, а воды нету, и ничего, никакого результата. Вот именно это было у меня в тот момент. Я 9, 10, 11 год, я просто работал вот эту воду в песок, лил как бы, да, и понимаю, нет результата. Я думаю, ну что такое, ну что такое, ну почему? И тогда я понял, надо менять компанию. У меня внутри это сидело вот это вот зерно, потому что надо менять компанию, надо менять компанию, что компания, которую я тогда представлял, она уже, ну для меня, для меня уже, я бы не стану уже успешным, я уже не смогу добиться мне этих результатов, потому что компания исчерпала себя, она так и осталась маленькой, хорошей, доброй, маленькой компанией. Хорошей, доброй, маленькой компанией с неплохим продуктом, но масс-маркетом. Хорошей, доброй, маленькой компанией с неплохими возможностями заработать тысячу долларов и даже, возможно, десять тысяч долларов, потому что мой лидер в первой линии заработал два, две квартиры и две иномарки. У меня лидеры покупали машину на дне рождения своим детям в подарок. То есть можно заработать, но сто тысяч долларов в той компании заработать было нельзя, и сто пятьдесят тысяч долларов нельзя, и миллион долларов уже было нельзя, потому что компания поднялась максимально, а потом, когда она упала, она больше уже не поднималась. Я тогда понял, надо менять проект, надо делать, это было очень тяжелое решение, очень трудное решение это было в тот момент. Я сидел ночью, у меня был передо мной листочек А4, и я выписал список компаний, в которые я мог бы перейти. Первое место заняла сразу же компания СЕ, второе место заняла компания ЭЛАР, потому что мне денег предложили немало, СЕ, кстати, не предлагал мне деньги за переход, ЭЛАР конкретно мне предложили наличку, полтора миллиона за переход, чтобы я пришел в их сеть, чтобы меня приглашал лично первый лидер компании в России, на тот момент. Вот, и я все-таки выбрался, и там дальше другие компании, всякие, знаете, потом я думал, я вот сейчас полгода уже в СЕ, там в список, я думаю, господи, я вам удар, что я там вообще писал эти компании, как я могу вообще СЕ стоять рядом с этим компанией в список, это просто надо было быть полным кредитом, ну ладно, я не высказал, нет, я не хочу разговаривать, простите, да, о, и я вот восемь месяцев СЕ, а во-первых, я абсолютно убедился на сто процентов, что я выбрал ту компанию, которую я искал. Это вот именно та компания в тот момент времени, что я искал. Эта компания абсолютно подходит для очень амбициозного человека. Эта компания, которая способна и готова платить деньги. Эта компания, которая способна и готова поставлять продукты, даже если ваша сеть будет расти очень быстро. Эта компания, которая готова вас поддерживать, и причем она будет справедливой. Эта компания справедливая, мне это очень нравится, у Лены Вадимовны такая черта есть. Эта компания рациональная, она не очень эмоциональная, она рациональная. Это все правила, что нужны для рецепта правильного салата бизнеса. Я проанализировал все успешные проекты на рынке и выбрал СЕ, потому что большую компанию тебе не интересно, ты там никто и останешься всегда никем. А в маленькую компанию тебе опасно, потому же ты там можешь так и не вырасти. Лидер никогда не может вырасти больше, чем сама компания. Поэтому нужно всегда выбирать ту компанию, которая больше, чем ты в одиночестве. А в предыдущем моем брате была такая проблема, что я один был больше, чем вся компания. И руководство компании стала меня бояться. То есть они стали меня бояться. Потому что они понимают, что моя мощь и мой авторитет это для них представляет некоторую угрозу опасность. И в итоге они эту угрозу опасность получили. Потому что то, что ты боишься, чаще всего с тобой случается. Но это законно было материализации наших мыслей. Ничего нового, да? И сейчас я работаю в Сиэль. Вот, друзья, я не работаю нам в жизни вообще так. Я сейчас работаю в Сиэль. Я могу в 8 утра уже начинать по телефону обзванивать своих лидеров, а в 23 часа ночи закончить последний аргумент. Многие знают, в нашей презентации у нас постоянно новички, у нас постоянно движуха в Казани сейчас, да? Я живу уже в Казани, получается 3-4 года, да? Три года. С девятого года. И я могу вам сказать, мы сейчас такой шухер наведем в этой компании. То есть сейчас начнут работать системы, которые мы включаем в работу. Эта компания будет просто одним из передовиков нашего сетевого цеха в России. И теперь я вам объясню, почему. Вот смотри, да? Я, наверное, как бы вам раскрою маленькую тайну. Многие спрашивают, как, Стас, ты в таком юном возрасте смог добиться таких вообще колоссальных результатов? То есть реальный результат там в миллион долларов в год за 2007 год, в 22 года. Как? Я вам расскажу одну простую вещь. Как мне это удалось? Ну и говоря, ну ты же харизматик, ты так просто выступаешь, ты такой большой, да, там, заводной, там, реально люди на тебя идут. И как бы, знаете, и людям очень хорошо себя и легко отмазать. Да? То есть ну потом, ну там, смотри, конечно, я это понимаю, да? Но, ребят, у меня люди результаты показывали мои. Если бы один я зарабатывал бы, то это один вопрос был бы. Но зарабатывали мои лидеры. И не один человек, и не два, и не три. Пять человек стали рублевыми миллионерами, два стали долларовыми миллионерами в предыдущем проекте. Почему? Как это получилось? Как получилось, что я не только сам вырос, но и вырос. Ответ очень просто напирается в одно интересное слово. Состоит оно 7 букв. Система. Три ножки у стола. Три ножки у стола. Три в стола. Ничего трудного. Вот вы когда будете все четко понимать, какие три ножки у стола вашего бизнеса, вы будете его строить элеганты красиво. Первое, как вы считаете, какая? Система чего, в первую очередь, нам нужна? Система приглашения. Система приглашения. Система приглашения. Первый вопрос. Как мне сделать так, чтобы мои люди подписывали себе людей? Кто подписывает людей и видит, что ваша структура на самом деле выглядит, знаете, как? Вот у кого есть такая ситуация, что у вас эта структура будет, да? Вот вот вы. Ну максимум еще может быть вот так, и все. А дальше нет глубины. У кого глубина тяжело растет? Кто чувствует, что проблема ширины? То есть структура выглядит вот так. То есть ромбик очень короткий. Три-четыре уровня, а дальше не растет. У кого такая проблема? Кто столкнулся? О, я вижу. Вопрос, почему так происходит? С чем это связано? Ведь самый главный секрет успеха в бизнесе сегодня Сергей Орлов вам его нарисовал. Вот его главное понять. Смотрите. Кто из присутствующих поставил себе цель выйти хотя бы на 10 тысяч долларов в месяц от компании Сия? Кто? Это вот такую первую планку поставил. Вот смотрите, 10 тысяч долларов. Знаете, что такое 10 тысяч долларов в месяц? Это 5 человек. 5, не 10 даже. 5 человек в первой линии, которые зарабатывают, знаете, по сколько? По 2. По 2 тысячи долларов. Каждый из них зарабатывает по 2 тысячи долларов. Вы скажете, ну да, правильно, а где я найду этих по 2 тысячи долларов? У меня кого не подпишут, бежит либо продает, либо до свидания, давай. Правильно? Либо кушает продукт, как эта масса сетевиков, как бы такая фраза, за сколько есть кушает продукт, как бы, да? Вот. А потом, как бы, через 2-3 месяца, я про него навсегда забываю, он трубки не берет, да? Вот весь мой сетевой маркетинг, вот весь мой бизнес. А никакие там 2 тысячи долларов. Я их не могу даже вывести на 100 рублей чета, а он же от 2 тысячи долларов. А знаете, в чем секрет? Запомните. Смотрите. Что такое человек, который заработает 2 тысячи долларов? Это 5 человек по 400 долларов каждый. 5 человек по 400 долларов как? Ты скажешь, ну, да, ну ладно, 400 долларов уже в голову как-то помещаются, да? То есть в это можно поверить, да? Ну ладно, а кто такое чек по 400 долларов? Кто это такое? Это 5 человек по 80 долларов. Нет, ну 80 долларов это реально. 80 долларов это реально. Да, вот это я понимаю. А знаете, в чем беда? Вы скажете, нет, Стас, подожди, подожди. Мы все поняли, вроде все так красиво звучит, что слона надо есть по кусочку. Так, вот этот я подписываю, до того, как он подписывает человек, он успевает... Как, 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 я как сделаю так, чтобы у него так бам-бам-бам вниз? Значит, у этого тоже кто-то там появляется. Как это так сделать? Это же очень трудно, да? Получается, что я вроде как бы работаю, это в идеале звучит красиво, но на самом деле так и не работает. Друзья, маленький-маленький секрет. Секрет. Он грустный. У меня есть для вас две новости. Две. Одна хорошая, а другая плохая. С какой начать? С печальной. С печальной. 80% ваших людей уйдут из бизнеса. В течение первых двух-трех месяцев. И вы ничего с этим не сделаете. Никогда. Какие бы мотивационные мероприятия вы ни проводили, какие бы семинары огромные ни собирали, какое бы компания десятилетия шикарное ни организовала, бесполезно. 80% людей уйдут из бизнеса. Это правило. Что? Это правило. А, ну, оно, знаете, можно его чуть улучшить, чуть-чуть, а можно сильно ухудшить. Но 80% это вот реально, что вы можете сделать, например, плюс-пинус. А теперь знаете, что я вам скажу? Что же, какая же хорошая моя история? Минейджи 25%. Да, очень хорошая, конечно, да, 20%. Попробую угадать, кто из этих 20% еще. Но эти 80% будут потребителями. Не факт. Абсолютно не факт, могу сказать. Вот хорошо было бы, чтобы так, но не факт. Я все равно скажу, как делают потребители, на самом деле, чтобы они получили полудобрый, чтобы они не ставили. Знаете, когда человек начинает делать продукт? А, хотя нет, я вам скажу, а ты реклама. Я не хочу разбираться. Третья ступень системы, да? Третья ступень системы, да? Знаете, что нужно сделать? Смотрите. Вот у вас пришел этот чек бизнес. Знаете, какой у вас есть... Вот девушка, вот вы, да? Пересядьте, пожалуйста, вот сюда. Вот вылечите, да? Спасибо. Одна, спасибо. Знаете, какой секрет нужно сделать? Чтобы вот этот чек повысит шанс, что он будет делать. Знаете, что у вас есть одна неделя? Запомните, у вас есть одна неделя. Одна неделя. За первую неделю в бизнесе ваш новичок должен подписать себя одного-двух новых людей. Причем после этого он может уйти уже, может уйти, без разницы. Вам уже все равно. У вас один-два новых человек от него достались. Знаете, допустим, смотрите, что вы делаете. Вот этот человек пришел, вы подписали ему одного нового человека за неделю. Одна неделя у вас есть. Только одна неделя. Если за неделю этого не происходит, он перестает верить, что сетевым один человеком. И эта компания работает. Знаете, почему? Люди четко чувствуют, есть система или нет. И ищут туда, где есть система. Идут туда, где есть система. А не это подсознательно делать, потому что они понимают, что эти компании эффективнее. Система! Смотрите, что вы делаете в СССР. Кто с ним работает? Какая-то в СССР человеком? Конечно, спонсор, который сам еще нифига не определился. Вот только вот этому. Только вы. Это вы. Знаете, что вы делаете дальше. Вы берете этот отдох, сколько у вас есть времени? Одна неделя. Только одна неделя. За еще одну неделю вы подписываете от него еще и одного человека. Что вы дальше делаете? У вас есть одна неделя. И вы подписываете его одного человека. Двух выделяю от трех. Чем больше, тем лучше. Еще, еще. Сколько недель получилось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, полтора месяца у вас структура в глубину, вы работаете с одноветочкой. А вот теперь смотрите. Самая главная задача – найти вот здесь активное учение, которое вы начинаете делать в глубину. Вот когда вы его находите, ваша задача решает нахуй. Знаете почему? Потому что вы начинаете показывать распечатку всего объема всем существующим способом. Говорит, смотри, у меня история. На этой неделе буквально. Саша Солнцев, у меня новичок из другой сетевой компании. Приходит в офис. Я не был там в этот момент, но я представляю. Она пришла и говорит, ой. И она говорит, я вам хотела прийти, чтобы только тебя бы не было. Не дай бог тебе попасть под руку под горячим, сразу понятно, что сразу отсутствие работы. Она говорит, я сижу, покупаю дезодорант себе, покупаю для рук, у нас в компании нет. И тут говорит, что ты мне стреляешь. Дай-ка я посмотрю свою распечатку. И эту девочку подмывает, посмотрите, распечатку. Ей наш спонской работник подает распечатку. И она видит, что под ней вот так, знаете сколько уровней ушло? 8 уровней и у всех 100 баллов, 100 баллов, 100 баллов, 100 баллов. Она говорит, ах! А, кстати твоя структура сегодня. Да, ну ты видела распечатку, что я тебе рассказываю завтра. Я говорю, ах! И вдруг в офис заваливаюсь я. Она говорит, а это как? А я что, деньги должна себе получать? Я говорю, ну да ты овца. Ты только 40 баллов сделала, а так и ты деньги получила. Вот. Она говорит, а что ты мне не придешь? Я говорю, здрасте, приехали, два раза тебе звонил, сам говорю, 40 баллов сделай. Она не сделала в итоге. И знаете, что это после нее произошло на следующий день? На следующий день она пришла на презентацию. А знаете, что произошло на следующий день после презентации? Она уже проводила на другую со мной. Знаете, почему? Потому что она поняла, вот это вот, начинает давать ей бабки. Уже в перспективе бабки пошли. А теперь ей нужно делать это у себя. Понимаете? Потому что она начинает зарабатывать деньги только когда ей есть отрыв. Все. Запомните, друзья, бизнес делается на отрыв. То есть, смотрите, появился ключевой человек внизу. Этому что нужно сделать, чтобы заработать деньги? Отрыв. Этому что нужно сделать, чтобы заработать деньги? Отрыв. Этому отрыв, этому отрыв, вот вам объем 15 тысяч баллов на ноге. Работайте в глубину, не в ширину. Ширина самый тупой способ работать. Но запомните. Вы скажете, ну Стас, конечно. Ладно, хорошо, убедили. Ладно, конечно. А вот очень красиво звучит за одну неделю, а там вот два человека. А как, как это сделать? Они у меня за полгода ни одного подписать не могут. Все там мучаются с лицом человека необезображенного интеллекта. Да? О, на презентацию в школу. А ты говоришь, за одну неделю подписать. Ты что? Они боятся там по телефону разговаривать. Они боятся там людей вызывать в офис. А ты говоришь, за одну неделю подписать человека. Друзья мои, есть один маленький секрет. Это поставить можно потом. Один маленький секрет. Но я вам не могу не рассказать. Но я вам не могу не рассказать. Как сделать так, чтобы ваши новички в течение первой недели подписать на одного, тело трех таких человек. Один маленький секрет. Я вам недавно в Ярославле рассказал. Я вам был на той неделе в Ярославле, поэтому Сергей, там, Илья, Маша, они знают этот секрет, как бы, да? Но, да, Сергей приехал, кстати, на семинар в Ярославле с больной ногой, с разбитой ногой, с ребенком в машине. С это, там, 3300 километров ехал. Ты заужился, не ехал, да? Ну, а, конечно, что-то, герой уже. Вы знаете, самое интересное? Знаете, самое интересное? Я рассказал, Ярославле, секрет, что нужно сделать, чтобы за первую неделю у вас был, у вашего лечка был один-два лечка. Но это целая большая тема. Я не могу вам ее сегодня рассказывать. Это, да, два дня я ее проводил, этот семинар называется «Система привлечения». Система привлечения – это очень большая тема. Я не буду вам ее рассказывать. Это то, что позволит вам построить большие, быстрые, хорошие структуры. Правильно я говорю? Да. Отлично. Кстати, о птичках. Маленький вам секрет. Вот мне, для того, чтобы систему моего привлечения было легко поставить, построить, я использую две вещи. Я использую маленькие, тонкие книжки. Маленькие, тонкие книжки. Знаете, почему они хороши? Человек, когда их видеть, ему не очень страшно. Да, то есть это не похоже на Талмуд, там какой-нибудь такой, что надо это прочитать, но... Вот, а во-вторых, вот эта книга особенно разорвала маски. Хотя вот это тоже очень хорошо. И дело в том, что у меня еще один из маленьких-маленьких секретов в системе привлечения, как я делаю так, чтобы быстро растут структуры, является один секрет. Я после каждой встречи с собой не грядача человека не отпускаю спустыми руками. Не всегда у меня уходит с чем-то. И вот я использую такие маленькие тонкие книжки. Вы знаете, где их видеть. Вы знаете, где их видеть. Правильно? Вот, теперь, если вы хотите их использовать в своей системе работы, можете их взять прямо сегодня. Или завтра. Если не хотите, никто не навязывает колхоз, кого будет довольны, не хотите расстреляя. Правильно? Вот, вы знаете. Но второй столб, вторая ножка, на которой стоит система, вторая ножка, на которой стоит система, это, как вы думаете, система чего? Обучение. Да, это система обучения. Причем, система обучения, она должна включать в себя несколько очень важных блоков. Первый блок, который надо обучать, это блок, который звучит «Зачем?». В вашей системе обучения должно быть четко, у каждого партнера должен быть дан четкий ответ «Зачем мне этот бизнес?». И вы можете прошить этот вопрос в свою систему обучения. Мы в свою систему обучения этот вопрос прошили, у нас все новые партнеры делают коллажи мечты, все новые партнеры доставляют цели, все новые партнеры у нас прописывают свои мечты и миссии, сверхзадачи. У нас это все прошило в систему, и поэтому это работает. Запомните, если вопрос «Зачем?» у человека отвечен, то как делать этот бизнес? Он найдет сам. Второе. А у кого была такая проблема, что у вас мероприятия есть, а людей на них мало? И не растет количество людей? Вот как зафиксировалось, да? И не растет одно и то же количество людей. То есть они уходят уже, как бы, знаете, иногда кажется, что они больше по привычке, без уважения, как бы, да, вы все не обиделись. Как сделать так, чтобы люди ходили, но с каждым мероприятием было больше или не больше, чтобы группа расхлапся, появлялись новые люди, новые лица. Запомните, если ваш бизнес не растет, знаете, какое решение? Новые люди. Если у вас чек не растет, какое решение? Если у вас появился дефицит идей, какое решение? Именно. Одно решение на все вопросы. Если вы хотите себе купить новую машину, какое решение? Отлично. Хотите собрать большой семинар и выступать на нем? Какое решение? Отлично. Хотите стать более крупным лидером, получать все трофеи, награды, признания, значки и корону? Какое решение? Я вас не слышу. Новые люди. Не слышу? Новые люди. Вот и все. Только новые люди. Не запомните, ошибка является, одной из грубейших ошибок является, попытаться из этих 80% людей продолжать выжимать. Это грубая ошибка. Запомните, если человек из бизнеса ушел, реанимировать его мало, верно, верно. Эффективность очень маленькая реанимация выжимания, да? Запомните, это раз и всегда. Но система обучения. Как сделать такую систему, чтобы количество людей на ваших мероприятиях росло? Менялось. Люди новые приходили, подписывались. А запомните, новички, они приносят энергию, рядом с которой никакая энергия опытного лидера не сравнится. У новичков энергия энтузиазма. Как сделать так? Система мероприятий. Система мероприятий. Запомните. ПП. ПП. Что такое ПП? Продающие мероприятия. Продающие мероприятия. Ой, это ПМ. Да, это ПМ. Продающие мероприятия. Продающие мероприятия. Что такое продающие мероприятия? Это когда одно мероприятие всегда продает другое мероприятие. Ни одна часть системы не работает автономно. Вся система работает, что одно мероприятие заводит другое мероприятие. Следующие мероприятия заводит следующие мероприятия. У нас есть система выглядит так. У нас есть БШУ, базовая школа успеха, которая продает старшколы. Старшколы продают в свое время бизнес-интенсивы. Бизнес-интенсивы продают десятилетия и другие мероприятия. И вся система работает таким образом, что человек попадает на одно мероприятие, сразу автоматически начинает свое движение по мероприятию. Ваши люди не должны посидеть на мероприятии и сказать «Вау, клево, мне понравилось» и уйти. Они должны посидеть на мероприятии и сказать «Вау, клево, мне понравилось, теперь мне нужно идти на следующие мероприятия. Понимаете? Одно мероприятие. Поэтапная продажа. Одно мероприятие продает следующие мероприятия. Это продает следующие мероприятия. Это продает следующие мероприятия. Как это сделать таким образом? Это третья ножка. Ой, вторая ножка системы обучения. Именно система обучения решает эту проблему. Если у вас правильно поставленная система потоковых мероприятий, у вас группа будет расти автоматически и вам не нужно будет выполнять предклады для этого усилия. Вы можете отойти от дела, потому что лидеры подхватят. Лидеры подхватят. те люди помните 10 тысяч долларов две тысячи долларов те кто две тысячи долларов будут делать они уже в стиле подходит эту систему вы должны главные и сами понять у меня кстати 22 23 вячеслав я снова поступаю я рассказываю на система обучения продающих мероприятий я там рассказываю про систему если вам интересно подъезжайте в ярославль согласуйте вопрос с марией учебник куда она может вас проконсультировать ее мама и семья занимаются бизнесом все очень успешно купили квартиру двухъярусную 130 квадратных метров давать аплодисменты семья провел семинар в качестве просто приглашенного тренера как бы и друга система обучения система обучения это второй вопрос а третья система какая что система продаж дублицирование само уже программируется в эти системы автоматически система продаж и вот здесь света логерова сегодня произнесла одну сакральную фразу которая мне очень понравилась это когда структура покупает продукт в большей степени для себя вот этот грубейший это недопустимо продукт должен выходить за рамки сетей только тогда мы можем рассчитывать на большие товарообороты но здесь возникает другая проблема я обнаружил у компании 7 1 1 интересную особенность большую часть структур продают нашу продукцию как или флэйм или а это аж сейчас объясню почему система продаж какие компании сетей маркетинга при экономики центр наеварх и еще море кэй еще дикер олайн А какая компания из этих всех стоит немножечко особняком? Вот вы её назвали, вот она чуть-чуть... Именно. Обратите внимание, смотрите. Именно. Четыре класса продуктов нам всегда довольно знакомы. Первый класс – масс-макет, для бедных. Главная ценность – мне подешевле. Второй класс продуктов – мидл. Я хочу что-нибудь хорошее для себя, какое у вас качество. Вот ценность этого клиента. Третий класс – это люкс. У меня что-нибудь необычное. Четвёртый класс – премиум, нишевый или ещё по-разному называются, не важно. Это класс для клиентов, которые говорят, я хочу такое, чего ни у кого почти нет. Понимаете ценности? Совершенно разные ценности для людей. Так вот, друзья, наш продукт находится вот здесь. Этот класс называется как? Он называется middle-up. Я не сильно вам мешаю вообще. Я просто последний массаж. Лучше спрашивайте у меня, чем у соседа, потому что вы заставляете его терять информацию. Ну ладно, middle-up. Он называется теоретом. Middle-up или мастиш. Что такое мастиш? Это престиж для среднего класса. Мастиш – это престиж для среднего класса. Это класс middle-up класса. Вот в этом классе работают морякей и сие. И когда мы пытаемся продавать по технологиям продаж вот этого класса, выходим на какие-то эти вот стендинги, да, что-то там на улице, что-то пытаемся торговать, соцопросы, приставать под несчастным женщинам с сумками, о, со своими сумками, да, вот. Когда мы пытаемся нам стучаться в окна двери, в основном в окна, когда мы пытаемся залезать на пятый этаж по этой сливочке бегать, да, когда мы пытаемся брать сумки гречные, говорят, девочки давайте попродать. Это не мы. Это не мы. Но вы скажете, Старс, ну а как тогда нам делать продажи? Видите, как бы, ну как-то это привычно, это понятно, близко, мы все же как-то учились так вот, да, учились так вот. Но морякей-то делает это порой не так. Вы видели морякей, которые ходят по улицам? Вы видели морякей, которые ходят по офисам с сумками? Вы видели где-то морякей, которые продают продукцию навязчиво, или женщины с грязными ногтями это делают? Нет. Это природа, это класс. Здесь это прокатывает, здесь это не прокатывает, здесь другой клиент. А как тогда? Какова технология продажи? И мы этот вопрос тоже решили. Причем, обратите внимание, мы не можем использовать мастер-классы как морякей, потому что у них космическая компания, а у нас профимерная. Мы не можем использовать на сто процентов, перелезать их технологию на себя, потому что обратите внимание, когда я пришел в SEAL изначально, я, конечно, взорвал волосу, у меня так взлетело во все, а потом ба-бах, начало падать. Я думаю, чёрт, почему? Вроде в RO-группу это работало в моем предыдущем проекте, а в SEAL не работало. А потому что RO-группа это вот, а SEAL это вот, и нельзя пытаться использовать одни методы, работающие здесь, пытаться ими работать вот здесь. Они здесь не сработают. В SEAL должна быть совсем другая технология, и мы эту технологию нащупали на шею. Это называется система быстрые деньги SEAL. Систему быстрые деньги. Новичок в течение первой недели может заработать 5-7 тысяч, вот так вот, не распространяя ничего. Никогда с сумками не уговаривая никого с каталогом, да? Совершенно другая технология продажи. Продажа на великолепном просто уровне, и красиво, и сразу с одного клиента 3-4 тысячи рублей будет заказ. Сразу. Чтобы не было такой мысли, что человек подписывается и думает так, ой, я понесу этот флакон, он у меня закажет, да? С флакона я имею 400 рублей. Это мне ещё нужно будет? Это мне нужно будет поехать в офис. Это значит, что сначала я приезжаю, у меня заказывают флакон в коллекцию 110 ароматов. Нюхает, смотрит, выбирает. У меня, естественно, этого аромата нет, я же не могу с тобой все 110 таскать. Я же не знаю, что он хочет. И значит, после этого мне нужно ехать в офис, покупать этот флакон за свои деньги, потом весь этот флакон обратно к ней ехать, да? Это сколько времени? Если вы в маленьком городе шаговой доступности, как сегодня, кстати, Лена Надеевская рассказывала, это прокатывает, а в среднем или большом городе уже нет. Потому что люди не будут готовы работать в таком бизнесе. Нафиг не нужно. У нас здесь только одно решение. Продавать одному клиенту сразу на 3-4 тысячи. Как это сделать? Как прошибнуть систему таким образом, чтобы это работало в Челябинске, чтобы это работало в Москве, чтобы это работало в Уфе, в Стерли-Тамагине, в Стерли-Тамагине, там еще прокатывали, да? В Казани. Есть система «Быстрый день и сие». Кстати, о ней пойдет речь также в Ярославле. Зачем мы сюда приедем? Что? Зачем мы сюда приедем? Не понял. Сегодня ценно, что разбудишься. А ты ничего не разбудишь? Не, ну это положение. А ты хочешь, чтобы я тебе выложил все сразу, что ли? Да, наверное, все. Ты такая, да, все хотят? Ну тогда вы очень много хотите. Потому что просто так вот, если ты думаешь, что я сейчас начну рассказывать, ты знаешь, что это времени займет? Это займет 4-5 дней. Я безостановочно могу разговаривать. Ты понимаешь, о чем ты говоришь? В Ярославле я не все темы затрагиваю. Я первую тему в Ярославле. Я уже не могу затронуться. Ну, по системе приглашения, да? Ты говоришь еще раз за Сергеем? Чтобы создать команду, нужно войти в команду. Я так об этом придумал, перевернуть правду на самом деле, формула таверна. Чтобы создать человека, нужно войти в человека. Правильно? Ну, с парадой, это слово будет просто. Это работает. Я понял. Ау-ау-ау-ау-ау. Я обнимаю. Ну, слушай. Вы поняли, да. Вы поняли, да. Так, смотрите. Я же вот эту тему не буду рассказывать уже, Ярославль. Я не могу ее уместить. Это один день. Как минимум это рассказывать. Один день. Поэтому не пытайтесь сказать, ну, почему мы сюда приехали, чтобы там только послушать завтрак, чтобы ты нас покормил. А что делать? У меня два часа выступления. Я ничего сделать. Я только рассказываю, что да, ребята, да. И вы можете. Потому что это не только я делал. Это лидер моей телевизии. Вот так. Не переживайте. Всему свое время лошадь дыра к обеду, да. И вот система продаж именно продаж вот на таком вот уровне. Расскажу вам маленький секрет. И знаете самое интересное? Я все-таки четвертую ножку под стол поставлю, благодаря сегодня Марине Гребецкой. Я поставлю четвертую ножку. Почему я благодаря Марине Гребецкой поставлю? Она сегодня мне приоткрыла левый глаз на одну маленькую тему. Один маленький вопрос. У меня четвертую ножку под закрытую. Она мне вот так взяла. Знаете, что она собрала? Она куда надо четвертую ножку ставить. Это система захвата региона. Смотрите. Нужно создать систему, которая позволяет человеку по четкому алгоритму поставить предыдущие три ножки в новом регионе с нуля не менее дома. Вы знаете вот это состояние настоящего сетевика? Когда сетевика везут в клетки в город в новом регионе, отнимают у него паспорт, раздевают его на гаван, забирают все деньги, полностью его оставляют без ничего. Может быть в трусах или в джинсах или футболке. И он едет в этой клетке, его завозят на этой клетке в город. И ночью, когда он спит, открывают клетку. И он там утром просыпается, видит клетка открытая. Он выходит. Знаете, каким человеком? Ну, кто первый? Кто первый? Вот это настоящий сатирик. Это не похоже на работника по найму. Это не похоже на бизнесмена. Они слишком скучные. Это настоящий сатирик, кто первый? А дальше у него после первого, второй, третий. И у него вот это. Кто следующий? И через полгода он уже в шикарном костюме, с новым паспортом. Может быть даже на новое имя. Вот он выступает на сцене в зале. Там сидит 400-500 человек. Все аплодируют, хлопают. Его лидеры получают дипломы, плачут и рассказывают, как мне приятно работать в этой компании. Вот это настоящий сатирик. Правильно я говорю? И этого бояться не надо. Это стиль жизни фантастический, который не дает ни одна индустрия на сегодняшний день на планете Земля. Кстати, о фото берега рассказывает Роберт Киосаки в своей книге «Бизнес-скула». Первый вы тоже можете приобрести прямо сегодня. Но если не хотите, если вам жалко, конечно, 70 рублей на нее. Пожалуйста, возьмите пиво. Хотя у нас безалкогольник молодежный слег, поэтому возьмите что-нибудь другое. Twix, Mars или еще какое-нибудь реанерархическое. Вот. Или вы возьмете «Питание для москов». Кстати, знаете, почему я не ушел из сетевого маркетинга, когда первые два года у меня был ноль результат? Только благодаря книгам Джона Карленджа. Вот он реально меня спасал. Потому что когда руки опускаются, когда ничего не хочется, когда хочется послать всех нафиг своих дистрибьюторов, вышестоящую спонсорскую цепочку по отдельности, когда наградить особыми эпитетами, когда хочется всех клиентов по отдельности разослать в разные стороны света, особенно в некоторые места. Вот. Ты берешь книгу вечером, читаешь и понимаешь, блин, не один я такой. Не один я такой тупой, не один я такой вообще неумев. Видно, человек тоже самое прошел. Читайте книги. Это не шутки. Я же смотрю наше молодежное движение мимо столов с книгами, проходит очень элегантно, как бы не замечая. Жалею, видимо, 100, 200, 300 или 1000 рублей на это. А что вы хотите? И еще запомните, никогда, никогда, никогда не дарите книги своим людям. Это категорически запрещено, профилактика здоровья. Потому что если вы будете дарить своим людям книги, вы их разгротите и примучите к халяве. А этого в нашем бизнесе быть не должно. Человек в вашей структуре должен четко осознавать, что он должен за все платить. Потому что в этой жизни платить надо за все. Не только в сетевом маркетинге, а вообще за все. И сейчас, проходя мимо этих книг, вы не думаете о том, что вы можете взять эту книгу своим людям и передать. Эту книгу людям своим людям передать. Эту книгу своим людям передать. Это просто для вас такой, ну, стоп поставили, хихихаха, там что-то, ой, интересная книжка. А проходите мимо, и в итоге ваши люди остаются без литературы, и многие из них погибают в этом бизнесе, я имею в виду не физически, а морально. Именно потому что вы их не поддерживаете и подпитываете литературой. А это очень важно. Очень важно поддержать своих людей. И вот система захвата регионов. О, это вот четвертая система. И у меня какая-то левая мысль закралась. Я думаю, а что если нам, ну, я, конечно, без согласования с компанией не могу принять это решение, да. Вот, поэтому Варвара сейчас на меня будет строго смотреть, да. Но это просто как идея. Если вам понравится, мне понравилась эта идея, и компания понравится, мы можем сделать отдельный день во время отдыха как бы. У нас же, кто в Турции будет там, да, у нас будет там, у кого 8, у кого 9, у кого 10 дней вообще в Турции, да. Вот, я могу с вами поделиться своими наработками и своими идеями как это лучше делать все. Потому что я в октябре этого года уезжаю в новый регион тоже работать и зарплатывать абсолютно новый. У меня там нет практически ни одного знакомого. Я там, может быть, 2-3 человека. У меня есть там по старой миссии, да, еще работать с ним. Я просто еду туда с нуля, и я знаю точно. Для меня предметом будет гордость сделать оборот в миллион уже не за, там, не за год уже, как я это делал, а месяцев за 8, за 7. Просто для меня это челлендж, то есть, вызов для меня такой. Я себе сам бросаю этот вызов, мне интересно это сделать, собственно, так. Вот, смотрите. Спасибо! Давайте обсудим, мы просто возьмем отдельный конференц-зал, мы компанию не будем тревожить на этот вопрос, потому что у компании, знаете, Головникова, там, 4 дня организации, там, без нас, без наших семинаров, по-моему, мы их трогать не будем, да. Просто нам надо это одобрение, как бы, со стороны компании. Мы берем какой-то небольшой конференц-зал в отеле и сами работаем по системе захвата региона. Потому что компания не сможет выходить на следующий уровень, пока лидеры в больших количествах не возьмут чемодан и не разъедутся по новым городам. Правильно сказала Марина Негребецкая. На одном месте лидер начинает немножечко стагнировать, он начинает немножко расслабляться. Тонус происходит только, когда регион захватутся. Это однозначно. Только регион. Поэтому, смотрите, система захвата регионов, она будет, конечно же, объединять, безусловно, предыдущие три. То есть, привлечение, обучение, продажа, да, систему постановочных мероприятий. Она будет это включить только на новом уникальном. Вот. Теперь, друзья, я раскрою вам еще маленький секрет своего успеха, почему в свое время я был действительно человеком с историей. И сейчас моя история, она уникальна в России. То есть, я не знаю ни одной такой второй истории. В этом отношении мне очень повезло. Лидерский совет. Это называется лидерский совет. Об этом писал Наполеон Хилл. Мы иногда читаем по их сроку, не обращаем внимания. Помните, что он писал на эту тему? Что он писал на эту тему? Кто помнит? Опять же, у нас же Думай богатей есть там эта книга. Вот там эта книга есть, вы можете ее взять. Кто не читал Думай богатей Наполеона Хилла? Не читал. Не читал. Наполеона Хилла Думай богатей. В него учатся. В него учатся. В него учатся. Я не знаю, какой ты имеешь в виду учатся. Вот, друзья, половина зала не читали. Знаете что? Я могу вам сказать, вы о саморазвитии, о успехе еще ничего не знаете. Что бы вы не читали, если бы Наполеона Хилла не читали. Там фундация, там пасы. У нас правило одного микрофона. Либо я люблю. Окей? То есть я ничего не без обид, ругаться не буду, плеваться на телец тоже. Я просто молкаю и даю вам слово. Окей? Все. Договорились. Посмотрите, что говорит Наполеон Хилл. Он говорит. Известный факт. Я об этом в Ярославле себе тоже рассказывал. До этого я рассказывал. Еще где-то я уж не буду. Я везде вам рассказывал. Смотрите. Наш человеческий мозг, да? Вот он устроен вот так. Да? Он получает информацию в подсознании. Он получает информацию в подсознании. Вы знаете, у нас есть подсознание и сознание. Сознание маленькое, слабое. Подсознание большое и мощное. Но мы можем при помощи сознания влиять на это сознание. То есть это возможно, да? В подсознании все записаны наши формулы, установки и убеждения, принципы, ценности, взгляды и привычки. Вот же такое подсознание. Мы их не контролируем. Вы не контролируете, как вы сейчас дышите? Нет? Вы не контролируете, как вы сейчас макаете. Либо вы в этот момент думаете. Так, черт, у меня немножечко подсосло на поверхность глаза. Надо ее немного смочить. Вот. Вы же не так это делаете, правильно? То есть это делает ваше подсознание. Оно делает это на автомате. Но, обратите внимание. Когда вы идете мимо дорогой машины, в этот момент думаете, ну, правильно, честный человек, он такое не заработает, да? Наверное, на барафале. Или в нашей стране это невозможно заработать чест. В этот момент работает тоже ваше подсознание. Это установки и убеждения, которые вам даны с детства. Родителями, обществом, семьей, друзьями, школой и университетом. Все мужики козлы. И нормального мужика, конечно, своей семьи нету. Это установка женщин, которая весьма распространена. Это мем, который распространяется. Запомните, нет худшей заразы, чем идея. Нет худшей заразы, чем идея. И эти идеи проникают в ваше подсознание через СМИ, через друзей, через знакомых, через родственников, через много-много мужа, жену, через любого человека, с которым вы сталкивались. Особенно имеет большое значение ваше окружение. Что такое окружение? Это пять человек, с которыми вы контрактируете чаще всего. Именно пять человек – это 80% вашего времени. 80% вашего времени на вас влияют одни и те же пять человек. Оцените этих людей просто трезво. Кто ваша вторая половина? Что это за человек? Как он на вас влияет? Какие идеи он вам дает? Негативные и позитивные. Кто ваши родители, если вы часто общаетесь с родителями? Кто ваш лучший друг? Кто ваши коллеги, с которыми вам приходится постоянно общаться? Это эти пять человек. И если вы понимаете, что эти пять человек тянут вас вниз, вы будете деградировать. Ничего не произойдет с вами. Посещайте вы семинары, ходите на школы, лекции, занятия, тренинги. И бесполезно вы приезжаете. Потому что вас тянут вниз эти пять человек. Оцените окружение. Именно они наполняют ваше подсознание. Так вот обратите внимание. Подсознание наполняется из двух источников. Первый источник – это внешний мир и ваш эмпирический путь, ваш опыт. То есть тот опыт, который вы приобретаете. Мама вам что-то сказала, на работе что-то произошло, что в школе вас обозвали коротышкой или долговязанным, прыщавым и так далее. Это записывается все потом в подсознание. Подсознание записывает все. Нет ни одного момента информационного, который вы в подсознании не записали. Оно записывает и хранит все. А второй канал, откуда в подсознании есть информация – это всемирный разум. Это общее поле идей. Об этом писал Аристотель, потом эту идею передержал Платон, потом Вернацкий наш ученый об этом писал. Это известный факт, что мозг – это всего лишь приемник радиосигналов, который очень хорошо работает на приемах определенных идей. Особенно мозг хорошо работает на приемах новых идей с 0.5.00 до 0.7.00. То есть каждый день в это время лучше всего принимает мозги информацию. Именно поэтому большинство миллионеров просыпаются в районе 5-6 утра. Не Боси вот так «эээ, я сова», сейчас в кофе ходит, да, идиоты. А реально Рэй Крок и Мэри Кэй просыпались в 5 утра. Рэй Крок и Мэри Кэй. Рэй Крок – создатель магноноса, Мэри Кэй – создатель Мэри Кэй Косметикс. Понимаете, в чем дело? И говорить, что «я сова, я так плохо, пожалейте меня», это просто-напросто оправдывает себя и неумение контролировать свою жизнь. Потому что человек не сова и не жаренка, я вам скажу ужасную вещь. Человек вообще не птица. Человек – это млекопитающее, вот, да. И человек, он не похож на птицу, и он не похож ни на сон, ни на жару. И запомните, самое правильное время для сна человека – это с 10 вечера до 5 утра. А вот у нас сегодня в поезде именно так и было. Правда-правда-правда была у меня погоной международной причиной, потому что на птице рано было уже вылезать из поезда, да? Что? Да, вот-вот и думайте. С 10 вечера до 22.00. То есть, смотри, когда заходит солнце и когда встаёт солнце. Потому что человек – это дневное существо. Мы плохо видим ночью, и мы чувствуем себя ночью в опасности. Именно поэтому все эти саги и истории про вампиров, оборотни и так далее. То есть, человек не уверенно себя чувствует ночью. Вот. Это всё как бы запрограммировано, да? Нам нужно жить и вести свою активную деятельность утром, днём и вечером до заката солнца. После заката солнца уже всё, нужно отходить к осну. Но у нас, к сожалению, социум таков, что у нас всё перевёрнуты снова головы, на голову, да? И мы живём неправильно вообще. Поэтому вы, как сетевики, можете себя отконтролировать, правильно? Вот смотрите, с 5 до 7 утра в мозг поступают ценные идеи, которые вы можете применять. Именно поэтому появился в языках всех стран мира, всех народов мира, такой термин, который называется «Эврика». Эврика – идея, которая пришла неожиданно и неоткуда. Эврика – идея, которая пришла неожиданно и неоткуда. Эврика. Вспомните, с кем в истории человечества связана Эврика? Какие фамилии? Что? Архимед. Ещё кто? Эдисон. Ещё кто? Ньютон. Ещё кто? Менделеев. Менделеев. Эврика. То есть эти люди умели настраивать свои мозги на получение дополнительной информации из семерного разума. Мы в основном разучились из-за неправильного режима жизни, из-за вредных привычек и неправильного питания, а также о формировании неправильного окружения вокруг себя. То есть мы просто неправильно живём, к сожалению. И если мы ничего со своей жизнью не сделаем, то никакой сетевой маркетинг, работа по найму или крутой ленинный бизнес ничем нам с вами не помогут. Так вот вопрос. У нас с вами есть два способа получения информации, но я и вам забыл сказать про третий. Это называется мозговой штурм. Мозговой штурм. Представьте, когда собирается несколько головных мозгов рядом, и они начинают обсуждать одну идею. Одну идею. Вы представляете, какое количество информации они способны переработать? У каждого из них есть свой опыт, и у каждого из них подключён к всемирному разуму. Вы представляете, если у одного из них вдруг происходит эврика, и он быстро передаёт её всему другому сообществу. Вы можете представить, что такое лидерский совет? О чём я говорю? Как можно быстрее формируйте лидерский совет и объединяйте себя единомышленниками, с которыми будете обсуждать решения. Вам нужно научиться принимать решения в команде. Принимать, принимать, принимать решения в команде. Принимать решения в команде. Чтобы не вы один принимали решения, а чтобы принимали решения вся группа людей. Меня научила эта технология Дмитрий Сёмин. За что ему огромное спасибо. Я буду рад увидеть этот человек сегодня-завтра в Москве. Либо он сюда же подъедет, мы с ним будем разговаривать. Либо я к нему завтра в Москве подъеду, мы с ним будем разговаривать по своим головам. И в Турции. Подойдите к этому человеку. Обязательно его автору должен быть в ваших тратах. Он долларовый миллионер, он сверху спешный человек. И вот такой вот чего-то я могу вам сказать. Вот такой вот просто. Принимай решения в команде. Запомните, кто хочет научиться принимать решения командой и сообщать вместе. Создавать вот этот мозговой штурм лидерский совет свой. Своей командой. Как можно быстрее это делать? Запомните? Первый алгоритм очень прост. Поставить цель. То есть, например, цель. У вас должна быть четкая цель. Вы должны четко сравнивать, какая цель у вас обсуждения. Например, какая может быть цель обсуждения лидерского совета? Сколько человек вы ездили? Сколько человек вы увозим в Турцию? Что еще? Какие мероприятия проводят в своем городе? Какой регион захватывал? Отлично. Вот эти, то есть вы касаете цель. Итак, захватить, допустим, регион численностью там в 12 миллионов человек в течение 6 месяцев. Мы захватываем, вернее, я не правильно сейчас с целью говорю. Мы захватываем регион. То есть в настоящем времени, как бы, да? Прописываем цель. Второе. Как вы думаете, что мы делаем? Пишем лицо в английском. Обсуждаем варианты. Варианты. Это будет ближе. Смотрите. Садится 6 человек и каждый, вы лидер, вы лидер, вы лидер. И каждый из ваших подопечных говорит свои варианты. Смотрите, что вы делаете. Варианты. Как это выписывается? Вариант. Вот это правильное обсуждение в команде. Первый вариант. Там один говорит. Запомните. Вы пишете на флипчарте или на стене или на доске, неважно. Вы пишете вариант без имени и без фамилии. Запишите вот здесь на полях. Без имени и без фамилии. Должен быть выписан только вариант. Варианты не критикуются. Варианты не критикуются. Люди, которые сообщают варианты, не критикуются. Третье. Обсуждение. Обратите внимание. Обсуждение без критики и без личности. То есть, варианты обсуждаются в отдельности от персонажа, от личности, которых высказали. Четвертый вариант. О, четвертый пункт. Выбор. Выбор. Пятый. Начало реализации. Смотрите, пожалуйста. Вот вы собрали свой лидерский совет и обсуждали, какой регион вы поете закладывать. Друзья. Первое. Вы определили точную цель, со всеми ее согласовали. Второе. Варианты. Выбрали. Обсудили варианты. Каждый высказал свои варианты, как это лучше делать. Третье. Вы начали их обсуждать. Выбрали лучший вариант. Допустим, вот этот вот. Далее. Вы выбрали его после обсуждения. И обратите внимание. Этот вариант команда должна принять единогласно. Если есть хотя бы не согласный, значит этот вариант не принимается. Команда должна принять его единогласно. Только тогда это будет окончательное решение, окончательный выбор. Потому что тогда ни у кого пути назад уже не будет. Все сказали, да, ну все, и даже подписались. И начало реализации. То есть это понятно? Понятно? А давайте проверим. Давайте проверим. Как вот все понятно, все устаканили, что такое лидерский совет, все такое команда. А согласовали, кто любит играть в груз? Кто любит играть вообще? Да. Есть игроки по шизме? Есть какие-то, кто любит играть? Отлично. У меня предложение. Вот сейчас, пожалуйста, по вот этому вот принципу. Рассетесь вот так вот в разные стороны. Прям плотнее друг к другу. Две команды. Где команды? Ага. Вот так игра чуть плотнее сюда, да. Если ты можешь, вот сюда на первый ряд. Думаете, там место? Да. Вот. Сейчас может чуть-чуть музыка поиграть. Вот. Отлично. Две команды. Как вашу команду назовем, допустим? Давайте какие-нибудь варианты. Ну, умные. Умные. Умные, да? А вы? Красивые. Отлично. Вам понравились мои варианты решения этого вопроса. Красивые аплодисменты. Умные. Умные, но более тихие. Это я уже тоже понял, да? Итак, друзья. Задача очень проста. Очень проста. Цель данной игры, я хочу вам сразу сообщить, цель данной игры, это набрать 40 очков. 40 очков, да? 40 очков. Очень просто. Будет 5 вопросов. 5 вопросов. Первый вопрос. Кино. Второй вопрос. Биология. Третий вопрос. История. Четвертый вопрос. Четвертый вопрос. Физика. И пятый вопрос. Что угодно. Что угодно. Что угодно. В чем суть игры? Как вы можете набрать 40 очков? Очень просто. Вам нужно угадать правильный ответ на вопрос другой команды. Вы должны угадать правильный ответ на вопрос другой команды. Вы играли с этим командами? Нет. Вы не играли. У меня люди со мной по 5 лет работают и не играют в эту игру. А ты говоришь, ничего я вам не дал. У тебя совесть есть вообще? Я про это и говорю, что все в секрете держу. Что? Все в секрете держу. Заметели, да? Все. Ничего не стало. Просто бубнил что-то, мямлил. Да, согласен с тобой. Просто пустое тупое выступление у меня. Да. А ты говорил, что надо и в Казань приезжать. Ну, видимо, да. Кому-то надо в Казань приезжать. В деревне куда-то. Ну, вы или нет. Нет. Вопрос еще. Вы задаете вопросы красивым, красиво задаете вопросы умным. Вы даете команду, которая угадывает ответ. Та команда получает 10 очков или 30 очков за последний вопрос. Кто играл в этой игру? Никто.